Ребят, всем привет! Я сегодня в своей шапочке, которая, как я знаю, вам очень сильно нравится. И это что означает? Это означает только одно, то что мы сегодня с вами будем что-то интересное распаковывать. И, в общем, рыться, рыться, все это рассматривать. Знаете, так, как кролики. Кролики вот так вот роют, интересно. Ну, возможно. В общем, сегодня мы с вами будем открывать суперогромную и очень интересную коробку от бренда какого? VT Cosmetics, который выпустил кучу косметики совместно с супергруппой BTS. Мы с вами уже неоднократно говорили про косметику BTS и VT Cosmetics. Видите, какая вообще огроменная коробка. И сегодня продолжим разговаривать. И, кстати говоря, обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце ролика будет конкурс. И там будут суперклассные призы. Ну что ж, давайте начинать. Если вы не смотрели мои предыдущие ролики про косметику BTS, причем, знаете, у них же есть несколько косметических линий. У них есть такая более взрослая линия, вот, которая выглядит вот так. У меня есть про эту линию отдельное видео. И также у них есть линия, которая называется BT21. Про нее тоже есть отдельное видео. Я оставлю ссылки на те ролики внизу в инфобоксе под этим видео. Так, сейчас, минуточку, немножко развяжусь, а то, знаете, этот кролик меня так чуть-чуть придушил. В общем, сегодня у нас с вами большое событие. Дело в том, что косметику BTS теперь можно заказать и из России, и сделать это можно на сайте Pandao. На Pandao есть в основном китайская косметика, но теперь там также есть большое количество разной корейской косметики. В том числе косметика VT Cosmetics плюс BTS. И там есть и вот эта линейка, и та линейка, которую я вам только что показывала. И в сегодняшнем видео я вам еще покажу свою коллекцию косметики BTS. Я надеюсь, что вам будет это интересно. И, кстати говоря, если вы не в курсе, недавно у BTS был камбэк, и про него мы сегодня тоже пару слов скажем. Итак, давайте открывать эту огромную-огромную коробку. Смотрите, какая она чудесная. И, опять же, сегодняшнее видео, оно, знаете, больше как у нас для... Просто для того, чтобы вы вместе со мной отдохнули, покопаться в косметике и все просматривать. Давайте открывать и смотреть вместе. Итак, на вот этой коробке написано, что это Makeup Gift Set, то есть подарочный набор макияжа. И вот здесь все участники BTS, им так весело всем, смотрите, они все просто ухахатываются, стоят с вот этими пакетиками VT Cosmetics. Там всякие подарочные у них коробочки в руках. Видно, что им очень-очень нравится. Открываем коробку. И что мы здесь видим? Мы здесь видим просто кучу всего, кучу всего. И первое, что нам бросается в глаза, это, конечно же, карточки. Карточки вот такие вот с автографами. Это вообще такая очень традиционная вещь в Корее и в других азиатских странах. Это среди фанатов очень ценится. Если вы никогда не были поклонником какой-то группы, то вот знайте, что это считается очень-очень хорошей вещью. И тут в каждом наборе несколько карточек с фотографией участника и сзади автограф участника. Дальше мы с вами будем рассматривать, что тут такое внутри. О, здесь я вижу сразу уже третью линейку, про которую мы с вами еще ни разу не говорили. Это уходовая линейка косметики, которая называется ЦИКА. Эта линейка, наверное, больше заинтересует тех, кто конкретно, знаете, так больше по уходу, чем по декоративной косметике. И я подумала, что нам, наверное, так не совсем удобно все это рассматривать. Поэтому давайте я все достану из коробки, разложу, чтобы нам все было видно. Итак, посмотрите, у нас просто с вами как будто наступил какой-то праздник. Я не знаю, Новый год, День рождения, потому что вот какая здесь красота, как много всего и как все это интересно разглядывать. Чем я не обзавелась, так это ножницами, как-то это было непредусмотрительно. И давайте посмотрим, что у нас тут самое первое. Нам на помощь, как всегда, придет пинцет, лучший друг ваш в любых таких ситуациях затруднительных. Первое, что мы находим, это The Sweet Special Edition Set. И это вот такой вот наборчик. Я уже посмотрела в интернете, что находится в этом наборе. Давайте его откроем вместе и посмотрим. Здесь должен быть кушон и две помады. Смотрите, как здорово все это оформлено. Здесь такая хорошая фотография, на которой все участники группы стоят на таком сине-фиолетовом фоне. И внутри, да, мы находим две помады. Это какие-то жидкие помады, как я понимаю. Это, наверное, такие тинты для губ. Даже страшно их пробовать на руке по той причине, что, знаете, мы сейчас с вами намажемся, а они окажутся суперстойкими. Ну да, то есть это такие матовые помады, немножко взбитые, которые вполне, вероятно, не отмоются. Потом у меня с руки еще долгое время. И вот такие у них оттенки. Давайте понюхаем. Всегда надо все понюхать немножко. Еще можно, я не знаю, и лизнуть. Ну, косметику не рекомендую. Обычно ничего хорошего из этого не выходит. Кстати, вот здесь даже есть визитка от Big Hit, где написано, что можно пройти опрос по поводу этой косметики. Как она нам понравилась. И внутри нас ждет вот такой вот кушон. Еще хотела отметить, для тех, кто вдруг оказался здесь в этом видео не из-за того, что он любит косметику, не из-за того, что он любит группу BTS, а потому что он любит просто косметику. Ему интересно там смотреть распаковки. Хочу отметить, что косметика VT Cosmetics плюс BTS, она супер качественная. То есть это не просто косметика, знаете, которая сделана, чтобы поиграть на фанатских чувствах, и чтобы вот просто фанаты там ее скупали, и наплевать, какое качество. Нет, здесь реально очень многие средства просто супер классные. И открываем кушон. Кушон. Кушон закрыт, поэтому придется ее открыть. Ну, и в общем, кушон вот так вот выглядит, как стандартный корейский кушон. Потом мы как-нибудь с вами вместе его попробуем. И пока мы закроем эту супер коробочку и перейдем дальше. Что мы видим дальше в этой коробке? Во-первых, это вот такой вот коллагеновый кушон. У меня он был, я в одном из роликов его пробовала. И это супер сияющий кушон. Давайте я вам покажу вот как пример кушон, который у меня до сих пор есть. Который выглядит вот так. Он когда-то был мраморным. И мраморный, ну, то есть на нем была такая вот интересная, как бы интересный узор из вот этих вот ингредиентов. И это кушон, который дает просто супер сияющий финиш на лице. Он, знаете, такой очень масляный сам по себе. И дает просто безумное сияние кожи. Ну, и в общем, вот такой вот кушон. Это кушон, который защищает также от солнца. Заботится о морщинках, подсвечивает кожу. Вот здесь тоже все участники группы стоят на картинке. Дальше, что у нас дальше? Ой, боже, вляпалась в помаду. Дальше давайте посмотрим на вот эту линейку BT21. Это линейка, которая была создана по мотивам рисунков ребят. Они нарисовали разных персонажей. Изначально эти персонажи были нарисованы в качестве стикеров для мобильного мессенджера Line. Это супер популярный мессенджер в Азии. И он известен еще и тем, что у них, я вам рассказывала, у них огромное количество магазинов по всей Азии. Они просто безумно реально популярны. И у них очень много разных персонажей в этом мессенджере, которые там всякие интересные вещи делают. Ну, им посвящены отдельные мультфильмы. Ну, как бы вы понимаете, такая вот тема. И вот BTS также нарисовали своих персонажей, которые потом стали лицами этой косметики. Что у нас здесь? Во-первых, у нас здесь вот такой вот кушон, который у меня, кстати, есть. Вот он, мой экземпляр. И мне он в свое время очень сильно понравился. Ну, собственно, выглядит, опять же, как кушончик. Здесь розовый зайчик у нас изображен. А также здесь вот такой вот кушон румяна. У меня он тоже есть. И этот кушон очень яркий. Выглядит вот так. На самом деле он не выглядит так сильно, таким сильно ярким в результате на коже, потому что он, разумеется, растушевывается. Дальше, что у нас еще здесь? Вот такая вот помада. У меня есть другая помада из этой линейки. Вот такая вот. И это просто... Они, по-моему, есть в двух вариантах. Есть матовые и есть сияющие. Здесь сияющие. У меня, насколько я помню, матовая помада. Вот такая вот овечка. Дальше мы с вами переносимся к палетке. Палетка теней. Это палетка в первом оттенке. Она в коричневых цветах. И у меня есть 0, второй оттенок. Это вот такая вот розовая. Это, конечно, чисто, знаете, корейская такая тема с вот этими вот тенями, потому что они весьма специфические. Опять же, если хотите посмотреть, как вся эта косметика смотрится на лице, ссылка на то видео будет в инфобоксе. Идем с вами дальше. Вы не думайте, я не просто так не открываю все эти коробочки. Для этого есть определенная причина. Поэтому я вам стараюсь показывать все это в своих экземплярах. Также у нас здесь будет вот такая вот основа тональная для лица. Вот ее давайте откроем. Такой у меня нет, поэтому, к сожалению, вам показать ее не могу в своем экземпляре. Выглядит она вот так. Ну и, собственно, это вот эта вот линейка разных жидких средств. Вот у меня есть вот такой вот сияющий праймер, который тоже мне очень-очень нравится. Дальше. Что еще здесь есть? Молочный сисикрем. Что бы это могло значить? Давайте тоже откроем и посмотрим. Я пытаюсь достать этот крем из упаковки, но, как вы видите, так как он новый, помпа еще не работает. И придется нажать, я не знаю, тысячу раз просто, чтобы, наконец, он подкачался. О, пошло, я слышу, что сейчас что-то будет, что-то, наконец-то, нам достанется. Наверное, может быть и нет. Вот, наконец-то, наконец-то. Ммм, ну это что-то вроде увлажняющего средства, просто которое придает сияние, разглаживает кожу и с таким небольшим легким ароматом. А теперь давайте попробуем тональный крем. Так, все начинается заново, опять это помпа. Хотя нет, вот сразу все сработало. Тональный крем, кстати, с достаточно плотным, на первый взгляд, покрытием. Такой он прям, видите, нормальный, плотненький. Это хорошо. И дальше, что у нас еще осталось? Остался у нас вот такой вот Fit on Stick. Давайте откроем и посмотрим, что же там внутри. Ух ты! Это стик для контуринга. Посмотрите, какой здесь оттенок. Ну, в общем, да, так интересно. Оттенок своеобразный, прямо скажем, такой коричневый, коричневый. Ну, не знаю, как-нибудь надо будет попробовать сделать с ним контуринг, но я не уверена, что он мне на 100% подойдет. Это же, ну, прям, знаете, коричневый такой экстрим получился. Так, хорошо. Персонажей BT21 пока откладываем в сторону. Ну, всех мы с вами рассмотрели. Теперь давайте перейдем к уходовой косметике, которой здесь тоже достаточно много. Здесь уже информация будет для тех, кто, опять же, по уходу больше так. Чуть не сказала, кто угорает по уходу. В общем, кому нравится больше уходовая косметика, я думаю, вам будет это полезно узнать. И здесь у нас несколько средств из вот этой линейки ЦИКА. Что такое вообще ЦИКА? Если вы видите вот эту приставку в названии какого-либо крема, это обычно означает, что в составе средства содержится растение, которое называется Центелла Азиатская. Это растение сейчас супер популярно как в Азии, так и во всем мире за то, что оно обладает отбеливающими свойствами. То есть, если вы его применяете на все лицо, ну, какое-то средство с этим растением, то вы, собственно, будьте готовы к тому, что это осветляющее средство. Но также есть отдельные средства, которые более концентрированы и которые наносятся точно. Например, у меня есть один крем Сайхерб, который я очень люблю от марки Косарекс корейской, который наносится отдельно на разные зоны на лице, где у вас всякие темные пятна пост-акне или просто где всякие прыщики, где там пигментные пятна, которые именно осветляют вот эти отдельные участки на лице. И что у нас здесь в этой линейке? Во-первых, это кушон, который, видите, исправляет какие-то покраснения на вашем лице. Давайте откроем его. Насколько я понимаю, кстати, вот эта линейка не имеет отношения к BTS, хотя, может быть, и имеет, потому что я недавно была в Токио, и я заходила в фирменный магазин VT Cosmetics, где продавалась косметика BTS, и там вот эта вот вся линейка стояла, и там вокруг были фотографии участников группы, но хотя, может быть, это просто, знаете, было скорее как украшение, и одно к другому не относилось. Ну, в общем, вот он, этот кушон. Открываем и смотрим, что там внутри. Ух ты! Понятно теперь. Он корректирует просто по цвету. То есть здесь смесь зеленого оттенка вместе уже с телесным оттенком для того, чтобы скорректировать какие-то покраснения. Так, забыла вложить обратно, а надо бы. Идем с вами дальше. Кстати, здесь еще очень здорово, здесь в этом кушоне есть запасной еще сменный блок. Это вообще всегда отлично. То есть, когда тот блок у вас закончится, просто переставляете второй сменный и пользуйтесь дальше. Дальше у нас здесь эмульсия. Вот такая вот здоровенная банка эмульсии. Это очень здорово. Будем пользоваться, будем пробовать и узнавать, какова она. Дальше здесь некая... Я даже не знаю, что это. Как вы думаете, что это такое? Я думаю, что это что-то вроде, наверное, тоника или тонера для лица. Ну, по крайней мере, похож он именно на это. То есть, средство, которое вы наносите на кожу после умывания, но до нанесения каких-то других уходовых средств, чтобы подготовить кожу, собственно, к последующему нанесению. Ну и самое последнее, это вот такие вот капсульные маски. То есть, здесь отдельные маски, видите, их здесь много штучек. И можно пользоваться, ну, как бы открывая просто не огромную какую-то банку, а вот по одной, которой вам хватит на один раз. Очень здорово. Их тут сколько? Три, шесть, девять, десять штук. Ну, в общем, чего следовало ожидать? Обычно все-таки по десять штук подобные вещи. Дальше у нас здесь вот такие вот патчи, которые предназначены для прыщиков. Ну, это тоже такая известная тема, когда у вас вскакивает прыщик. Это в Корее и вообще в Азии очень популярно. И сейчас уже везде появляются. Вы клеите такую маленькую наклеечку, как пластырь, чтобы это подлечить. Потому что на этом пластыре содержатся всякие активные ингредиенты. Ну, в данном случае это Центелла Азиатская. И это подсушивает прыщик, подлечивает его. И также вы поверх этого пластыря можете наносить макияж. Что у нас тут дальше было? Это уже последняя линейка, которая более такая взрослая из всей косметики BTS. Во-первых, это вот такое вот тональное средство, которое у меня тоже есть. И мы с вами вместе его тестировали. Оно оказалось очень-очень хорошим. Оно, я помню, мне тогда сильно понравилось. И выглядит оно вот так. То есть там есть внутри пипеточка, с помощью которой вы можете аккуратненько все это наносить. И вот так вот оно выглядит на коже. То есть оно вроде как не сильно блестящее, но при этом все равно с сиянием. И вот так вот хорошо выглядит на лице. Что у нас дальше? Дальше у нас вот такой вот бальзам цветной для губ. У меня тоже где-то он есть. Сейчас минуточку вам покажу. У меня есть даже два таких бальзама. То есть вот такой вот у меня есть цветной. Это по сути сатиновая помада, но знаете, немножко такая более мягкая, увлажняющая. И цвет не такой плотный, как у обычных помад. И также у меня есть еще бесцветный вариант. Это просто как бы увлажняющий бальзам для губ. Еще здесь вот такая вот помада. Ох, все-то у меня есть уже. Все-то я вам уже покажу. Эта помада выглядит вот так. Это такая симпатичная помада. Ну, как бы она очень похожа на то, что мы с вами доставали из той красивой коробочки. То есть вот такой вот как суфле здесь внутри. И еще здесь тушь. Тушь для ресниц. Тушь у меня тоже есть. И вот покажу вам свой вариант. Она вот с такой вот крошечной кисточкой. Очень удобная для того, чтобы прокрасить все ресницы. И на ней есть отдельные ворсинки для того, чтобы сделать ресницы еще длиннее и еще пышнее. Ну и последнее из того, что мы сегодня доставали из этой коробки, это вот такая вот палетка для глаз. Здесь это какой оттенок? Это 01 оттенок. У меня есть такая палетка тоже в 01 оттенке. Она выглядит вот так. И это действительно очень хорошие по качеству тени. Мне они очень понравились в свое время. Но они в таких красновато-розоватых оттенках. Есть еще, я помню, 02 оттенок. Он более в коричневых цветах. И вот такая палетка для щек. Это оттенок 01. А у меня тоже 01 оттенок этой палетки есть. И выглядит она вот так. То есть здесь супер красивый. Это, по-моему, что это? Это хайлайтер? Я уже не помню, что это такое. Нет. Это такая просто как бы подсветляющая... Что за слово подсветляющая? Осветляющая пудра для лица. И два оттенка румяна. Румяна, кстати, вот этот оттенок прям очень-очень яркий. А вот этот очень приятный, такой нейтральный. Ну, а вот это вот все. То, что лежит сейчас на столе. Это моя коллекция косметики. VT Cosmetics совместно с BTS, которую я вам показывала в разных роликах. Здесь еще парочка средств, которые, мне кажется, я вам не показывала в тех видео. В частности, вот такой вот лайнер сияющий для глаз. Но это просто такой жидкий лайнер, в котором очень много блесток. Давайте я его покажу сейчас вам, как он выглядит. Ну, тоже, знаете, такая вот эта азиатская тема, где много-много-много разных таких блесточек сияющих. А также здесь маска из уходовой линейки Born Natural. Еще мне очень нравится вот этот вот крем. Это уже второй крем для рук, который у меня есть тоже из линейки Born Natural. Она как бы относится к вот этой линейке декоративной косметики. То есть, такая более взрослая линия. Также есть праймер. Ну, в общем, палетка. Палетки, которые я вам уже показывала. Палетка с хайлайтерами. Вот так она выглядит. Просто супер красивая и очень сияющая. БТ-21 вот это вот все у нас здесь. Ну, и, в общем, все вы уже видите. Это вот моя коллекция этой косметики. Ну, а теперь давайте перейдем к конкурсу, потому что, я думаю, многие хотели узнать о нем. Что же будет разыгрываться на этом конкурсе. Ну, а вот и призы этого конкурса. Как вы видели, у меня здесь достаточно много было повторяющихся средств. Ну, и просто мне хотелось поделиться с победителем конкурса этой косметикой, чтобы тоже кто-то смог попробовать, кто-то смог попользоваться ей, кто любит BTS, например. И вот какие будут призы этого конкурса. Это вот эта вот косметика, которая сейчас лежит перед вами. То есть, это вот этот вот кушон для щек, вот этот вот кушон для лица, тональная основа из вот этой вот линейки, также это помада, еще вот такой вот кушон. И, кстати, внутри вот эта упаковочка очень интересно оформлена. Там внутри тоже есть автографы ребят из BTS. Ну, так она прям интересная. И наклейки, там еще внутри есть наклейки. Также вот эти две палетки для лица и для глаз. Вот такая вот палетка теней, тоже из линейки BT21. Помада. Помада вот такая вот, еще одна жидкая. Тушь для ресниц. И, конечно, карточки. Я думаю, что любому поклоннику группы они будут, ну, очень приятны и, в общем, очень полезны. Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно, первое, быть подписанным на мой канал, если вы на него еще не подписаны. Второе, подписаться на мой инстаграм, найти вот эту вот фотографию в моем инстаграме, поставить лайк. Конечно же. И под фотографией написать комментарий. В комментарии вы можете написать, ну, все, что вам в голову на самом деле придет. Это больше нужно для того, чтобы я знала, что вы участвуете. Вы можете написать, кто ваш любимый участник BTS. Какая песня вам нравится больше всего. Может быть, какие-то свои размышления по поводу этого. Или какая косметика вам понравилась больше всего. Что вы хотите попробовать. Ну, в общем, что-то, что вам придет в голову. Даже, может быть, не совсем относящиеся к теме, но все-таки желательно. Вот. И все подробные условия будут внизу в инфобоксе под этим видео. Ребят, я вас очень прошу, внимательно с ними ознакомьтесь. Потому что всегда, когда какие-то конкурсы, столько вопросов, ответов, на которые можно увидеть в условиях внизу в инфобоксе. Поэтому прочитайте их, пожалуйста. И там все будет очень подробно написано. Ну, а на этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Что оно было вам полезно, интересно. И даже если вы не фанат группы BTS, может быть, вам было просто интересно посмотреть на какую-то новую косметику, распаковку вместе со мной сделать. Потому что, ну, опять же, это такой, знаете, больше расслабляющий формат, когда мы просто с вами что-то открываем. И, кстати, с косметикой BTS в скором времени, я думаю, что, ну, не знаю, насколько скоро. Ну, в общем, это будет скоро. Будет еще конкурс. И в нем будут тоже очень классные призы. Так что держите это. В общем, имейте в виду. И спасибо вам еще раз за просмотр. И желаю вам сегодня, чтобы ваш сегодняшний день был совершенно великолепным, потрясающим. Чтобы, опять же, у вас сегодня не происходило ничего, что может вас расстроить. Чтобы это просто был один очень хороший, очень счастливый день. Ну, и чтобы желательно все остальные дни вашей жизни тоже были такими. Спасибо вам большое. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok